МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Буду, конечно, участвовать. Потому что нужно, я считаю. Будем участвовать. Почему? Потому что это нам так важно. Будущее Казахстана. Ну, думаю, необходимо. Почему? Ну, в любом случае, как бы, как называется, новый Казахстан, нужно по-новому, наверное, голосовать. Я бы принял, но просто я уезжаю за границу. Но в целом, да. То есть считаете, что это важно? Да. Ну, это же, считаете, выборы нашего будущего. Поэтому, да. Я очень люблю свою родину. У меня здесь отец родился, дед родился. Поэтому Казахстан – это очень открытое, очень позитивное и быстро развивающее самое главное государство. Поэтому участвовать будете? Однозначно. Я не буду. Почему? Смысла не вижу. Ну, как полноценный гражданин, которому уже есть 18 лет, я считаю, что это мой долг – сделать выбор и сходить на выборы. Ну, это, по крайней мере, лучше, чем вообще не ходить. Я не понимаю таких людей. Да, пойду, конечно, каждый гражданин Казахстана должен идти, потому что это наше государство, наше будущее, будущее наших внуков, детей. Это важно, я считаю. Почему? Почему? Потому что для экономики, для всего народа это нужно. В любом случае нужно сохранить вот это сплоченность, единство, но при этом доверие всегда должно быть к руководству страны и в целом политическому истебношему. Внутри политическую, ну, просто решать проблемы, которые возникают, ну, допустим, там, помимо социальных, там, у нас, сами знаете, то, что надо больше развивать бизнес, у нас большинство типа предприятий, они типа государственные, и чтобы у нас, получается, средняя зарплата, все, ну, повышалась, нужно больше давать свободы, ну, компаниям, корпорациям. Ну, думаю, да, конечно, внутренняя политическая стабильность важна в стране. Ну, если бы мы могли ее контролировать еще полностью. Конечно, важно, конечно, важно. Самое главное, о народе надо думать, о благосостоянии народа, чтобы ничего не дорожало, чтобы доступно было нашему народу, чтобы стабильность была, чтобы мир, мирное небо над головой было. В первую очередь, он должен держать слово. Значит, то, что он уже обещал, он должен воплотить его. Он сказал, что с этого, после выбора, все будет иначе. А если это будет совсем новый президент, что он должен делать? Если он будет совсем новый президент, то, в первую очередь, он должен, имея в виду, продолжить тот путь, допустим, который остановился второй президент. Должен третий президент по тому пути идти, значит, все для блага народа. Думать о населении, наверное, о росте демографии, наверное. По моему мнению, сначала он должен все, допустим, у нас же есть суды, все вот эти процессы, чтобы правильно функционировали, сначала их наладить, наладить. И затем заниматься вопросами, допустим, социальными, как благополучие жителей наших повысить, ну, такие вопросы. У людей сейчас самое такое время сейчас у нас нестабильное, потому что мы все равно ориентируемся на валюты, постоянные вот это изменение цены. Не только там продукты питания, да, это во всем влияет, и на строительные материалы. Каждый день мы не знаем планировать, например, но несколько лет уже планирования у нас нету такого, потому что мы знаем, что завтра мы не знаем, что нас ожидает. Я не знаю, у нас очень много проблем, которые требуют решения. В первую очередь, не знаю, цены на продукты, например. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ